Крутой спуск, гололёд, красота какая за бортом. Ретардой не торможу, может сложиться машина. Слева течёт речушка горная. Сейчас будет крутой поворот. Это Германия. И так мне проехать 12 километров надо. Загрузился пустыми бутылками. 21 тонна. Камеру убрал. Тут у коллеги начнутся знания терять. Опа! Выгрузка во Франции завтра. Мне главное проехать эти уже 11 километров. Когда ехал на загрузку вчера, авария была на этой же дороге. Машины поостанавливались, сложилось. По-моему, ман сложился. По встречке. Спускался с горы он. Видать, цепанул обочину. А, так вот он стоит. Сейчас покажем его. А я стоял вот здесь. Ночь ночевал. Приезжала фура. Пыталась его вытянуть. Ну, вот этот викинг или как он называется. Не смог вытянуть. Бедный водитель. Ну, с водителем все хорошо. Я подходил вчера. Стоял возле него. Предлагал чай, кофе. Отказался. Вон у него все есть. А приезжал, получается, я не знаю. Викинг, по-моему, называется. Такой грузовик. Пробовали они что-то. Цепями, тросами его ничего не получилось. Не знаю, что дальше будет. Слава богу, водитель живой. Машина тут железяка. Смотря на какой фирме работает. Я смотрел у него немецкие номера. То, если немец, то, скорее всего, что там все застраховано. Ничего не вычтут. Ну, на моей бы фирме с меня бы вычли, скорее всего, что 750 евро. За то, что побил машину. У него там передок побитый. И справа прицеп тоже разбитый. Спускаюсь медленно. Вроде дорога уже чистая. Но все равно. Как-то страшно мне. У нас на нашей, на моей фирме действует франшиза. То есть, если ты попадаешь в аварию, если ты виноват, с тебя высчитывают 750 евро. С меня вычли 750 евро. Прошлую каденцию я отъездил 7 месяцев. В Швейцарии при развороте, получается, стесненное. Тесно было. Не надо было на месте развернуться. Потому что дальше был тупик. По бокам стояли машины. И, получается, я зацепил столбик. Этот столбик, куда опускается шлагбаум. С меня вычли 750 евро. Виноват. Да. Моя вина. Полностью признаю, полностью согласен. Когда заступаешь на каденцию, ты подписываешь бумажку. Если аварийный случай, 750 евро франшиза. Если по твоей вине. Я там не прошел буквально сантиметр. Согнул этот столбик резиновым отбойником. Приехала полиция. Получается, вызвали полицию. Короче, швейцарцы. Вызвали полицию. Я говорю, давайте я его выгну назад. Не, нифига. Мужик, вроде, согласился. А баба, ну, женщины есть женщины. Женщины более щепетильные. Уперлась полиция, полиция. Ну, полиция-то и полиция. Ну, ничего страшного. Приехала полиция. Дунул в трубочку. Ну, в березы я был все нормально. Я вообще в конденции не пью. И все. Давай искать на моей машине, на прицепе, где повреждения не могут найти. Потом же в уровень уже, как столбик согнут. Пошли, пошли. И оказывается, на этом самом резиновом отбойнике. Только не на круглом, которые круглые такие, как валики. А по бокам. Получается, при развороте я зацепил чисто отбойником, не корпусом. Ну, силы хватило согнуть столбик. Ну, все, все, пофоткали. И влупили мне потом франшизу. Вину полностью признаю. Виноват я. Фирма тут ни при чем. Аккуратненько проезжаем. Фирма здесь ни при чем. Ой, я. Рука жоп. Ничего страшного. В общем, ладненько. Буду я выключаться. Всем ровных дорог, коллеги. Ни гвоздя, ни жезла. Аккуратненько. А я буду ехать дальше. Все. Всем пока-пока. Спасибо за внимание, дружи. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Продолжение следует...